МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Грядущие выходные должны особенно запомниться любителям футбола. Недавно из солнечного турецкого белека вернулись спортсмены Ивановского футбольного клуба «Текстильщик» и уже даже сыграли свой первый выездной матч с соперниками из Смоленска. Первая домашняя игра запланирована на субботу, 7 апреля. Команда встретится с соперниками из Санкт-Петербурга клубом «Динамо-2». Посмотреть игру можно будет на стадионе, а если не хочется морозить нос, то и в прямом эфире на телеканале РТВ Иваново. Будем вместе наблюдать за перемещениями клуба «Текстильщик» по турнирной таблице «Зоны Запад». Начало трансляции в 15.00. Настоящий классический цирк теперь и в нашем городе. Шоу «Цирковая Полундра» представляют московские артисты. В труппе профессиональные жонглеры, воздушные гимнасты, канатоходцы, дрессировщики из десяток видов хвостатых циркачей, кошек, обезьянок, лошадей, медведей. На представлении можно и удивиться, и посмеяться. Такие эмоции зарядят позитивом на всю будущую неделю. Спешите взять цирк на абордаж в нашем городе «Полундра» до 15 апреля. Мы эту программу готовили специально для Санкт-Петербургского цирка, старейшего цирка в России, и решили сделать морскую тематику. Поэтому у нас во втором отделении будет вообще аттракцион «Медведик» и «Канатоходцы», но это будут тоже моряки. Поэтому большая часть программы идет в морском стиле. Я вот как капитан веду эту программу, и меня увидите во втором отделении. Поэтому «Цирковая Полундра». Иваново – это цирк, который имеет огромные традиции. Вот именно город и цирк – традиции. Потому что здесь, на этом манеже, выступали лучшие артисты советского цирка. Люди разбираются в цирке. Ну, мне кажется, хорошие отзывы, потому что после представления к нам подходят и благодарят. Что таит угрозу для человека? Природа или он сам? Ответ на этот вопрос смогут дать зрители после просмотра постановки Ивановского драматического театра «Лавина». Однаактная пьеса покажет небольшой фрагмент жизни людей, вынужденных бороться со стихией и поколениями жить в покорности и безмолвии. Сумеет ли настоящая любовь разрушить устои и лавина? Только ли природное явление? Ответ узнаем в субботу, 7 апреля. Начало в 17.30. С 7 апреля с 10 часов утра на базе театрального комплекса города Иваново состоится проведение межрегионального фестиваля детских и молодежных объединений Центрального федерального округа увлечения. В рамках мероприятия состоится выставка презентации детских и молодежных коллективов, мастер-классы, будут настольные игры, чемпионат по киберспорту, где все желающие смогут поиграть в интерактивный чемпионат мира по футболу, который в частности состоится у нас на территории Российской Федерации летом этого года. Веселье для мальчишек и девчонок предлагает парк развлечений Чайланд. Здесь буквально за несколько минут маленьких непосед превратят в любимых персонажей, книг или мультиков, причем совершенно безопасно для здоровья малышей. Профессиональный грим гипоаллергенный. От него не будет раздражения даже у карапузов до года. Обычно самая долгая работа занимает 5 минут. Обычно мы быстро их рисуем. Но девочки очень любят все розовое. Розовых кисок, розовых пони рисовать. А мальчики, конечно, Бэтмены, Человеки-пауки и так далее. У нас огромный выбор рисунков в журнале, все предоставляется. Некоторые специально сюда приходят, чтобы нарисовать себе грим. Очень много постоянных клиентов. У нас блески, стразы, все для творчества. Отдыхать в парке Чайленд можно и нужно всей семьей. Развлечения по интересам найти будет несложно. Музыкальные автоматы, аркадные игры, батуты и горки. Дети и родители уйдут довольными. Кроме того, в ближайшее время парк планирует расширение. Приятно удивятся даже избалованные посетители. Новая зона открывается. Мы планируем открытие 1 мая. Площадь составляет около 900 квадратов. В дополнение к этим аттракционам будет добавлено 4 больших аттракциона в виде тюбинка, скалодрома, троллея, рыбалочки. Две зоны дыре, новые оформления не домиками, а уже типажа замков. Исполнить мечту всех настоящих мужчин теперь могут и ивановцы. Речь о возможности научиться играть в хоккей. Вид спорта этот не только динамичный и эмоциональный, но и очень дорогой. Закрытая ледовая площадка в городе всего одна. А отсюда еще проблемы. Казалось бы, одни препятствия. Но их удалось преодолеть организаторам любительских тренировок. Теперь несколько раз в неделю они собираются, чтобы научиться играть или отточить свои навыки. Сделали удобно для занятых и трудоголиков и недорого. Придумали любительский турнир. Назвали его «Зимний классик». Команда любителей города против команды любителей района. Зимой сыграли две игры. Сейчас еще планируются две встречи по весне. Хоккей – скорость. Скорость, адреналин. Когда на площадке находишься, совсем другие эмоции чувствуешь, нежели ты смотришь матчи по телевизору. На лед выходят настоящие мужчины от 14 лет и до бесконечности. Здесь ставят на коньки тех, кто прежде и кататься-то не умел. Дают возможность попробовать силы, поиграть от души. Цели поставить рекорды не ставят. Занимаются для себя, для здоровья, для настроения. Ведь хоккей – это жизнь. Некоторые месяц занимаются. В принципе, уже достигли определенных результатов. На коньках уже стоят, держатся. Все начинали с нуля кататься некоторые даже. То есть, ни разу не вставав на коньки, они получают какой-то результат. Некоторые ребята, которые участвуют в командах, они занимаются тоже здесь. Есть и такие. В общем, уровень разный совершенно на тренировках. То есть, от нуля и выше. Но еще немного спорта. В субботу, 7 апреля, состоится 10-й по счету открытый Кубок губернатора региона по бодибилдингу и фитнесу. Продемонстрировать красивые рельефные тела приедут спортсмены со всех городов Золотого кольца. Открытие запланировано на 14.00. Чем не прекрасная мотивация перед подготовкой к купальному сезону? В нашей программе еженедельно мы рассказываем о самых ярких и необычных мероприятиях, которые ждут вас в выходные. Если мы забыли о чем-то рассказать, звоните или пишите нам. Обязательно упомянем в следующем выпуске. Я надеюсь, ваши выходные будут яркими, запоминающимися и стильными. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова